Несколько лет жизни без крыши над головой. К нам в Вести поступило обращение с просьбой осветить проблему от жителей многоквартирного дома по улице Ленина, 55, станицы Зиличукской. По словам жителей, администрация станицы отказывается делать ремонт крыши, которая уже пришла в негодность. А во время осадков вся вода попадает в квартиры и подъезды. Проблемной ситуацией разбирался наш корреспондент Алихан Лепшоков. Жители многоквартирного дома по улице Ленина, 55, живут как и под открытым небом. Галина Николаенко купила квартиру в этом доме в 2017 году. С этого времени каждый дождливый день для ее семьи оборачивается большим потопом. Из-за ненадлежащего состояния крыши вода после обильных осадков течет в квартиры и подъезды. Счетчики полностью изолированы, так как из-за стекающей воды к ним происходили перебои с электричеством. Потолок уже не выдерживает. Кому мы только не обращались, но нет никаких результатов, отмечает Галина Николаенко. Ведра не убираются во время дождя. Они так и стоят, потому что дети ночью не спят, потому что их надо выливать в воду, если обильный дождь. Вот с этой стороны, как с крана льется, как она образовалась, как она льется, как с крана вода. Что мне хочется сказать, значит 9 сентября мы написали заявление. Повторное было заявление написано через месяц, в октябре месяце. Мы просили Ольгу Владимировну Хомякову, чтобы она прислала комиссию для создания акта по квартирам «Тишина по сегодняшний день». Чтобы комиссия посмотрела не только что на лестничной площадке, а что еще в квартирах. Пенсионерка из 62-й квартиры Людмила Мишуринская живет со своим мужем-чернобыльцем несколько лет в этой квартире. После обильных осадков им пришлось вызывать специалистов, которые прорезали натяжные потолки, дабы слить всю накопившуюся влагу. Иначе потолок уже не выдерживает. Мы уже боимся, что завтра потолок обвалится и похоронит нас здесь, отмечает Людмила Ивановна. Я уже два раза меняла холодильник, потому что холодильник у меня сгорел. Уже сколько раз мы вызывали электриков, это уже у нас счета нет. Я уже сбилась со счетов, сколько раз мы вызываем. Они говорят так нам, да, квартиры приватизированы, вы должны за свой счет. Мы делаем за свой счет. Ну, дорогие наши власти, услышьте наш, пожалуйста. Кровля же, ведь государство, она не наша собственность, она же государственная. Помогите нам, потому что у меня сил, просто нет сил уже. У меня муж чернобыльц, он этой плесенью всех дышит, этой сыростью, этой плесенью. Ну нельзя же, ну, услышьте наш, пожалуйста. Мы обращались в администрацию нашей станицы, а также и прокуратуре. Но никаких изменений сетуют жильцы многоквартирного дома. В основном местные власти ссылаются на то, что квартиры приватизированы, и что не собраны достаточно средств износов самих жильцов на капитальный ремонт. В капитальный ремонт, я думаю, что не только крыши входят, но причина здесь есть. По сегодняшний день у нас, никто нам не отписался, во время комиссии нет у нас, ничего, пока тишина. Ну, ждем, мы упорно ждем. По вопросу ремонта кровли многоквартирного дома по улице Ленина, 55, мы обратились к главе администрации станицы Зеленчукской Ольге Хомяковой. В нашем разговоре по телефону руководитель администрации отметила, что из-за высокой стоимости ремонта данного дома и отсутствия средств из собранных взносов жителей на капитальный ремонт, администрации станицы было направлено ходатайство на внеплановый ремонт Министерству строительства и ЖКХ и Фонду капитального ремонта. Но ответ еще так и не получен. Данный дом является у нас на территории самым большим. И площадь кровли тоже достаточно значительная. Для смертной стоимости ориентировочная ремонта этой кровли составляет порядка 13 миллионов рублей. В 2018 году администрации поселения было проведено комиссионное обследование состояния кровли и составлен акт, который был направлен региональному оператору капитального ремонта для рассмотрения возможности переноса ремонта кровли на более ранние сроки. На сегодняшний день окончательного решения по переносу не принято. Мы продублировали данное обращение еще раз в ноябре месяце. Очень надеемся, что данный вопрос решится положительно. Жителям остается надеяться, что в скором времени начнутся хоть какие-то строительные работы и им не придется провести зиму без крыши над головой. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Субтитры создавал DimaTorzok